Думы не разостали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Ну, я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они это знают. Забота о себе. Для кого-то важность, для кого-то средственного. Здравствуйте! В ноябре отмечается прекрасный праздник День Матери. Именно о нем и о наших самых дорогих мы сегодня поговорим в программе. Для меня мама, как в песне, первое и главное слово в судьбе. Мама дает нам жизнь. Она заботится о нас не только когда мы малыши, но и когда становимся взрослыми. Для матери мы всегда остаемся детьми. А что думают губкинцы? Это человек, который дал тебе жизнь, как бы любящий, который всегда в любой ситуации тебе поможет, поддержит. Никогда от тебя не откажется, что бы ты ни делал, как бы ты ее ни обидел. Она всегда будет тебе помогать, всегда будет рядом. Добро, забота, любовь. Мама – это святое. Для меня это очень многое значит. То есть это тот самый близкий человек, самый родной, который воспитывал меня, который одевал, кормил, заботился. То есть слово «мама» для меня очень многое значит. В принципе, для меня, может быть, и для каждого человека, это самый важный, самый главный, самый ценный человек в жизни. Это человек, который всегда поможет, никогда не уйдет от меня, ответит на все мои вопросы. Человека, который всегда поддержит, который никогда не откажется и в любой момент тебе может помочь. Ну, она меня родила, она мне помогает всегда. Если, например, меня в школе убежать, мама всегда мне помогает. Скороенно, что ценно, что нужно беречь, уважать, ценить. Детство ребенка 21 века отличается от детства наших родителей. Уже с малых лет ребенок окружен телевизором, компьютерными играми, интернетом. Он быстрее, чем взрослый, успевает осваивать мобильный телефон. А вот детство наших родителей кардинально отличается от нашего. И как же соответствовать век технологий? Какими должны быть современные родители? Сейчас многие родители, они просто не понимают детей, потому что они жили в другом поколении, можно сказать. Ну, современные родители, можно так сказать, они должны понимать, прежде всего, как-то стремиться вникнуть во все новые технологии. Вопросы, конечно, очень сложные, но я думаю, что они в первую очередь должны быть ответственными по отношению к своим детям. Ну и, конечно же, подавать им только хороший положительный пример своим поведением, своим отношением к бабушкам, к дедушкам, к окружающему миру. Понимать своих детей, то есть не запрещать им все, они должны контакт найти какой-то с детьми на любые темы. В первую очередь должны уметь слушать своих детей. Понимающими, добрыми и заботливыми. Должны относиться к ребенку более, как сказать, более почтенно, ну, то есть следить за ним, чтобы он не ввязывался ни в какие там плохие компании. То есть должны, ну, как бы следить, ну, и в это же время его понимать, как бы его интересы учитывать, что ему нравится. И, ну, как бы не быть, как сказать, жестокими, строгими. Как бы, ну, все понемножку. Они должны больше уделять времени своему ребенку, своим детям, должны водить их куда-нибудь, в какие-то места, то есть быть вместе с ними. Ну, они не должны гасить потенциалы детей и должны уступать им и постоянно поддерживать. Понимающими, всегда помоют, всегда выслушивают. Ну, у меня и так, мне нравятся все мамы, какие они есть. На просторах интернета популярны профили мам. Девушки рассказывают о своей жизни с детьми, делятся полезными советами о воспитании детей, а некоторые даже рожают в прямом эфире. Таким подвигом смогла похвастаться российская бизнесвумен Айса Далматова. Она ведет активный профиль в социальных сетях, где делятся фотографиями своих детей. Я считаю, что это выходит за рамки разумного и что личная жизнь должна оставаться личной. А что вы думаете по этому поводу? Как относитесь к таким родителям? Почему бы нет, если именно цель в том, чтобы поднять деньги, то, не знаю, нужно подумать. А так, почему нет, если они гордятся своими детьми? Почему бы не выставить? Я отношусь к этому неплохо. Мне кажется, это как-то мило даже. И мы тоже дети выставляем своими родителями фотографии, пишем различные цитатки про родителей. Но главное вживую это показывать свою любовь. Я ничего против не имею. Для меня это кажется очень мило. Можно сказать 50 на 50, потому что, с одной стороны, это нормально, хорошо, что-то могут и родственники какие-то посмотреть в соцсетях детей. Но и, с другой стороны, что немногие будут к этому ребенку хорошо относиться. В свете уже последних событий, новшеств, то есть мы к этому привыкли. Раньше это была новинка, редкость. Ну, в принципе, я считаю, что это нормально, если человек хочет поделиться своими положительными эмоциями, каким-то жизненным опытом, почему бы нет? Лучше не надо много выставлять, потому что на детей разные люди смотрят разными глазами. Но можно сглазить детей. Родители могут выставлять фотографии своих детей, как бы, ну, показать, но чтобы на этом подниматься, это никак. Нормально, если это не переходит за рамки того, что должно находиться в социальных сетях. Как говорит моя бабушка, хорошая мама – это тоже профессия. По версии психологов, для того, чтобы быть хорошей мамой, нужно соблюдать несколько правил. Уметь справляться со своей тревогой и беспокойством за ребенка, не вымещать проблемы на работе на своих детей и прислушиваться к интересам и мнению своего чада. Что должна делать мама, мы выяснили, а вот что не должна, мы узнаем у губкинцев. В первую очередь, она должна не оскорблять своих детей. Ну, бить детей, ругать надо, но так не сильно тоже. Мама не должна увлекаться какими-то привычками, ну, то есть плохими привычками, не курить, не пить. То есть она должна быть примером для своих детей, то есть как быть дальше, будущими мамами. То есть подавать какой-то пример, учить чему-то новому, например, девочек готовить. Мама не должна при всех ругать, где-нибудь тихонечко, отдельно в комнате, но так, чтобы никто об этом не видел, окружающие. Мама не должна расстраиваться по пустякам, то есть иногда бывает, что дети ведут себя плохо, а мама очень сильно из-за этого расстраивается, я считаю, неправильно. Мама не должна оскорблять сына, поднимать руку, например. Например, мама должна поговорить с ним, и если в каких-то ситуациях ему очень плохо, она должна его выслушать и помочь. Не ругать своих детей, быть примером для своих детей. Чтобы не воспитывать детей, а дети должны брать пример от родителей. Я мечтаю о собаке. Сестра мечтает стать актрисой, а мама мечтает прыгнуть с парашютом. Эта мечта у нее появилась давно, но вот что странно, когда ее подруга предложила ей реализовать ее давнюю мечту, та, недолго думая, отказалась. Мы, честно говоря, были в шоке. На что она нам сказала? Девочке мечта должна оставаться мечтой. Пока не придумаешь новую. А как думаете вы, о чем мечтают мамы? Мечтаю, чтобы их дети стали первую очередь людьми образованными, чтобы образование было достойное. Наверное, чтобы их дети выросли такими, какие они хотели бы. Наверное, о том, чтобы у своих детей все было хорошо, чтобы они были здоровы, чтобы они получили хорошее образование и работу, то есть, чтобы у них так же все сложилось хорошо и построили свою семью. Мечтаю, чтобы их дети были самыми здоровыми, счастливыми и успешными в жизни. Каждая мама мечтает, чтобы их ребенок был самый лучший, чтобы он всего достиг в жизни. Она хочет сделать его совершеннее, чем она сама. Хорошая работа, чтобы дома было чисто. Наверное, каждая мечтает женщина быть мамой. Мама мечтает, чтобы я хорошо училась и хорошо читала. Мечтает, чтобы, во-первых, все было хорошо в жизни, со здоровьем, чтобы я хорошо в жизни освоился. Ну, сейчас, на данный момент, чтобы я учился хорошо и радовала хорошими оценками. Моя мама мечтает, чтобы она никогда не работала и вязала. Она очень любит вязать. Это была программа «Мысли вслух». Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова